Нолевая система, исследование, сюжет, боёвка, это РПГ. Сюжет? Не, ну в Майнкрафте великолепный сюжет. Майни, вновь с вами. Всем привет. И сегодня у нас реакция на видос, который называется Майнкрафт под другим углом. Автор квадратный. Меня очень просили посмотреть несколько человек этот видос. Не знаю, что там будет, но почему бы и нет, почему бы и нет. Погнать смотреть. С первого взгляда Майнкрафт выглядит так. Хорошо выглядит. Классно, красиво. Идиллия. Ну почти. До этого момента всё было неплохо. Текай с городу. Прогнали пацанят. Эм. Слишком просто. Легко видеть. Слишком просто. Да там как бы пошли процессы почкования. То, что лежит на поверхности, это ложь. Ведь настоящий Майнкрафт выглядит вот так. Ух ты. Тебе говорят, что Майнкрафт игра для детей. Но в этой игре есть гейлер. А чё? Гейлер любил детей, это правда? А знаешь... Великолепно просто. Вот что я хочу узнать про Майнкрафт. Я уже понял, что этот видос просто великолепен и шикарен. Наполеон. И в чём прикол, спросишь ты? Не в чём. А хотя стой, мы что упустили? Был ещё Сашка. Три человека, которые хотели захватить мир. И знаешь что? У них не вышло. В отличие от Майнкрафта. Одни столько лицензионных копий и расшлось 200 миллионов. Это в 9,5 раз бой. Сделай вид, что я не видел, кто забегал. Майнкрафт уже захватил мир, и ты даже не в курсе. Ты проиграл. Лох. Ведь пока ты сможешь дом в грязи, кто строит коммунизм, причём вполне успешно. Кто бы что ни говорил, у этой игры самое лояльное и креативное сообщество. Это правда. Вот это вот, да и не только, творение рук Майнкрафта. Красиво, конечно, очень. Майнкрафт. Игра, очевидно же. Нет, это такуль. Окей, допустим. Какого жанра эта игра? Песочница? Нет. Что происходит? Ролевая система, исследование, сюжет, боёвка, это RPG. Сюжет? Не, ну в Майнкрафте великолепный сюжет. Убей дракона. Конец сюжета. Па-па-ра-па-па-па. Нули АПГ. Alone Pain Game. Зависит от того, интроверт ты чиня. Выбор персонажей на старте довольно скудный. Всего двою нет и оба говно. Но ты при этом всегда можешь подошли в пейнч, либо... Ужасные юниты. ...интернет-редактор. Ну, чтобы создать себя, типа... Хотя, можешь не париться и вступить в армию клонов. Тоже, в принципе, вариант. Нету. Во, так-то лучше. Вообще, можешь гейнуть с кого угодно. Мне пофиг. Самые популярные скины Майнкрафта. Чёрный, белый, азиат. Да хоть транс-вертолёт. Что-то больше. Игроки здесь сами решают, что делать, как играть. Хочу играть за него. В этой игре у тебя всегда есть выбор. Часами оттачивать ловкость и мастерство, либо же... Он не оттачил. К чему это я? Вопреки расхожему мнению, в Майнкрафте есть классы. Это РТГ. Строители, войны, транс-истребители, мастера красного камня. С этой... Простите. Они просто имеют в командные блоки. Происходит естественное отторжение. Ведь нам этого не понять. Кстати, все животные в этой игре анатомически идеальны. С точки зрения животных, конечно же. Где связь, прощаешь ты? Её нет. Просто рандомный факт. Блин, это странное видео. Тут такой прям поток информации. Это чем-то напоминает мне видосы Доука. Может кто-то помнит. Он давно вроде ролики не делал. Но это забавно. Это очень прикольно. Необычный канал. Мало кому очевидно, но Майнкрафт построили... Очень грамотно записаны, ну, сделаны кадры. Есть феодалы, вот они. Есть крестьяне, они вот тут. Суть заключается в том, что крестьян больше. Но они при этом находятся в полной зависимости от ничтоженного меньшинства. Феодал владеет землёй, админ владеет сервером. Всё просто. Серверы бывают мирными, а бывают не очень. Но в случае неповиновения системе исход один. Экскомуникадо. Данные неприятности можно обойти, играя в земле. Бан это бана, да. Мир твой, тебе всё подвластно. Ты феодал. Совпадение? Я так не думаю. Равно как и наличие ги... Наполеона и Сашки в Майнкрафте. Давайте разбираться. Рассматриваем их персонажей трое. Чё ещё трое? Углов у Иллюмината. Чего они хотели? Захватить мир. Иллюминат не хочет, он уже... Идиот. Это называется кастомизацией персонажа. Мы тут нынешней занимаемся, не построяем теории на пустом месте. Выходит замкнутый круг, запрят... Что вообще? Что? Дело которого выбраться невозможно. Так или иначе, всегда будет так, что кто-то один обладает бесконечной властью над другим. Что по поводу самого непосредственно мира? Он классный. Большой, открытый для фантазии, свободы действий. Это правда. Отличная свобода, что? Абсолютно каждого обновления Эд пытаются показать максимально красиво. Потому что свобода это круто. Но знаешь что? Тебе врут. Так не бывает. Геймплей гармонально отличается. На самом деле, выглядит так. Либо так. В зависимости от ситуации твоего материального положения. Тебе либо очень скучно, либо очень весело. Третьего не дано. Знаешь что это? Нет, не змея. Она так не ползает. Это функция. Синус-икс по модулю. Зачем показать? Все просто. На ее примере достаточно легко проиллюстрировать твой интерес к Майнкрафту. Вот тут ты начинаешь. Здесь примерно тебе становится супер весело. Потом интерес пропадает, ты опять не играешь. Да! Экология с цифровым сигналом. Это на самом деле примерно так оно и есть. У меня бывают периоды, когда начинаешь играть. А потом опять начинаешь играть. Реально у меня... В свое время я поиграл активно год или два. Очень много. А сейчас я иногда захожу на недельку максимум на какой-то сервак индустриаловский раз в год и выхожу. И потом через год опять захожу. Ну, короче, вот такая вот у меня приколюха. Да. Короче, на сколько бы ты лет не забрасывал игру, ты рано или поздно что-то о ней услышишь. Начнешь чувствоваться и в конце концов... Да! Он прав, блин! Он чертовски прав! Но так или иначе, обнова не обнова, ты заходишь в игру. А это значит, что тебе стало интересно. Перерывы можно упростить. Ведь в результате всегда будет нолик либо единичка. Зашел не зашел. Теоретически, это можно было бы применить к чему угодно. Привяжите график к обновлениям. Здесь же это так не работает. Ведь игроки делают игру себе сами. Моды. Тут здравствуйте сервера. Мини-игры. Ролики, трансляции. Она попросту бесконечна. Как собственный график. Из этого выплывает факт того, что ты скорее зайдешь в игру, потому что ютубер. Нежели потому что обнова. Не во все игры ты захочешь возвращаться столь же часто, как в Майнкрафт. В этом его магия. Но не рядом. С чего вообще все начинается? Тут на самом деле он прав. Наверное, исключение можно сказать дота. Хотя нет, в Майнкрафт я с большим удовольствием зайду снова, чем в доту. Хотя тут он играл, наверное, больше, чем в Майнкрафт, скорее всего. Наверное, еще всякие МРПГ можно в это все вставить. И то, например, я не помню. Ни одну игру же, наверное, не заходил. Из старых МРПГ, которые раньше играл. Хотя вот Вовку начал играть, кстати. Я наконец-то начал играть в World of Warcraft. Мало играть, там 2 часа в 2 дня, в 3 дня. Но мне понравилась игра. Хорошая игра. Почему так? Если ты классически выживаешь, то поздравляю. Ты пал в несколько извращенную вариацию дня сурка. Ты будто бы в Матрице. Но это не так. Респлант происходит на кровати. Типа, тебе приснился кошмар, и ты проснулся. Но здесь... Спасибо за чаек. Мне чайки носят. Вот это жизнь, ребят. Жизнь удалась. Можно пить чай. Произошли. Будто бы игрок видит мир глазами другого человека за мгновение до. Но согласись, чувствовать себя последним человеком на земле, который идет страшный неизвестный данж, чтобы победить не менее страшное древнее зло рискуя собой, это круто. Порой в Майнкрафте проскакивает зрада. Со стороны разработчиков, конечно же. Например, самое очевидное. Размер мира. Говорят, что он типа бесконечен, но сами знаете, это не так. Ведь вне зависимости от того, упорный ты, тупой ли... Да на самом деле, попробуй дойти до границы мира, это вообще практически невозможно. Он вообще-то почти бесконечный. Не, раньше уже был бесконечный. Раньше вроде бы он был бесконечный, там доходилось до определенного места, и начинались гличи. Вот вроде раньше было вот так. Можете меня поправить. Сейчас вроде бы просто поставили ограничение, там все равно дико огромный мир. Ты же слишком наглый, барьер можно пощупать. В последнем случае так точно. Слава Маджанка о том, что каждый житель с профессией типа работает. На деле же хоть что-то делает только фермер. По факту. Но в общей массе, зрада не так много. А потому можно упустить подобные конфузы. Ну, типа, все они, потому что очевидны, все о них знают. Взять тот же мультиплеер. О нем говорят все, в том числе и Моджанг. Но знаете что? С техчасти он ужасен. Что на Джаве, что на Бедроке. Знаешь почему? Все просто. Ограничение в 10 игроков на Реалмсе. Это типа официальный персональный сервер, если что. Самобытные же сервера. Те, которые не Реалмс, а от сообщества. Стоят зачастую на левых ядрах. Чтобы пока она меньше игралась, комфортнее. Потому что... Спигат, кстати, неплохой. А вот Пейпер Спигат самый лучший. Вот и... И я просто создал как-то сервак. У меня до сих пор исходники лежат, кстати, сервака РПГшного. Я просто ни один работать над ним не могу. То Пейпер Спигат хорош, хорош. Кто собирается делать серваки, Пейпер Спигат советую. Официальное ядро, оно... Именно, которое для Бедля без ботов. По крайней мере, так говорят. Хотя, знаете, по сравнению с тем, что... Официальное ядро реально стремное. Все пыль. Ни Джеб, ни Ночь, ни Динербон. Никто и подумать не мог, что эта игра станет настолько легендарной. Майнкрафт породил просто гигантское число невероятно творческих личностей. Это игра, в которой можно проектировать гранат, строить машины, компьютеры. Просто невероятно. И делать вообще все. Если моды подключить, так и вообще жесть. Много ли вы знаете книг, по которым снимали фильмы, по которым делали игры? Игр, по которым снимали фильмы? Очевидно, что да. Но много ли вы знаете игр, по которым делали игры? Майнкрафт Подземелье, Майнкрафт Старимод, Майнкрафт Земля, Земля и Пухом. Миллиарды клонов, Плеймаркет и Аппстор. А хотите знать, почему Майнкрафт... Ой, ну клонов у нее мое почтение. Причем иногда реально видишь, как дети сидят, там, играют. Думаешь, о, проходит, такой, о, наверное, Майнкрафт. Он понимает, что это не Майнкрафт, это какой-то обман Цезрада. Это первая игра, которая может заменить реальность. Тут снимают сериалы. Неожиданно, да? Вот, к примеру, Чайник. Этигенная тема. И это наши земляки сделали три года назад. А ты когда-то сталкивался с картами на прохождение? Не этими, о, так лучше, а с РП-картами, серверами. Обалдеть! Вот Чайники таки вовсе. Стремно! Хотели представить, что будет, если создать сервер, на котором сможет играть весь мир. Лол, да хотя пара десятков тысяч человек. Представил? Я вот тоже нет. Да, это интересно, но с тех части... Я представляю, что должно быть за машина, чтобы это держать. Это должно быть... Знаете, это должна быть машина, которая держит мира... Это сложнее, чем держать даже сервер World of Warcraft, потому что... Надо как-то делить это все на реалмсы, как-то с прогрузкой на разбиение локаций. Но это... Не знаю, как сделать так, чтобы такой огромный мир держало в памяти. Это невозможно. Особенно с таким огромным количеством людей. Кто еще у божества? Страны, города, правительство, торговля? А если VR, то есть 18+, реальные города, войны, в которых тысячи человек принимают участие? Ты просто представь, как хотя бы 200 человек одновременно принимают участие в постройке магистрали морского порта или моря, и почему бы и нет. Короче, Minecraft это целый живой мир, наполняющий тебя эмоциями, дарующий надежды и разочарования. Он формирует личность. Человек обретает творческий потенциал, становится более амбициозным. В некоторых случаях даже... Он как-то интересен. Особенно всякие моды, типа Industrial Craft, он великолепен. Buildcraft, автоматизация. Даже есть моды с программированием связаны, которые, я помню, даже занимался, Computer Craft вроде бы называется. На самом деле, с помощью Minecraft можно даже влиться, знаете, в такой начальный уровень программирования, начальный уровень понимания работы каких-то моментов. Те же Redstone, даже если брать без модов, берем Redstone. Всякие параметры, типа If, Else, это тоже программирование, то есть триггеры всякие делать. Это очень круто. На самом деле, Minecraft очень классный. И инженерам есть чем заняться в Minecraft, и программистам, и творческим людям в плане, которые любят строить что-то очень красивое. И тем, кто просто любит повыживать, и кто любит поиграть, и кто любит подраться. Куча серебра, мини-игры. В этом плане, конечно, Minecraft великолепная игра. С этим не поспоришь абсолютно. Карьеру на игре в Minecraft. Планировали это изначально, или так сложилось исторически? Вопрос открыт. Однако, нам наверняка понятно и сейчас, что Minecraft это нечто большее. Minecraft это жизнь. Не, ну Minecraft это, да, это нечто большее, чем игра. Это уже настолько огромнейшая вселенная. Это очень круто. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Обязательно переходите и подписывайтесь на канал Квадратный. Очень забавный видос. Очень круто сделан. Мне понравилось, что он смешной. Он информативный. Иногда ты не понимаешь, что происходит, блин, на экране. Вот эти его сравнения. Появление этих великих исторических личностей. Почему я цензурю имя великого исторической личности на Г? Потому что YouTube... Блин, сколько раз я должен это объяснять? Нет, сегодня. Потому что да. Потому что надо. Потому что этот значок убивает канал. Не только монетизацию, которая на самом деле это единственный способ сейчас моего заработка. В основном редкая реклама. И стримлю ее крайне редко. А потому что еще и плюсом это убивает канал в рекомендации. Поэтому вот такие вот дела. Кто не знал. Все, ребята. Ссылка на оригинал в описании. Перекадьте, подписывайтесь опять же. И можете подписаться на мой канал. Мне было бы очень приятно. Всем удачки. Всем пока. Пау. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok